В целом по России прививки первым компонентом уже сделали почти 6,5 миллионов человек. Из них 4,5 миллиона вакцинировались полностью. Цифра впечатляющая на первый взгляд, но до заветного процента, который даст коллективный иммунитет, еще далеко. Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. По оценкам, для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 миллионов комплектов доз вакцины. Все возможности, ресурсы для изготовления таких объемов у нас есть. Хотел бы вновь подчеркнуть, что вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека. Личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра. Сейчас в гражданском обороте две вакцины «Гам-Ковид-Вак» и «Эпи-Вак-Корона». Каким препаратом привели президента в приватной обстановке – секрет. Но выбор, говорят, предоставили все же лечащему врачу главы государства. Все российские вакцины безопасны. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика эта неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. «Гам-Ковид-Вак», он же «Спутник Ви», остается флагманом среди вакцин. В Мордовии в общей сложности поступило без малого 50 тысяч комплектов доз. Израсходовано 97,5% препарата. «Последний траж пришел 20 марта. Это полторы тысячи доз. Мы ожидаем еще поступления на этой неделе до конца недели порядка 3600 комплектов доз». Заказ на вакцину «Эпиваккорона» для людей с хроническими заболеваниями тоже сделали. Когда поступит этот препарат, пока неизвестно. Самому старшему пациенту, получившему прививку в Мордовии, 82 года. Об осложнениях сообщений нет. Даже гриппоподобные реакции наблюдают нечасто. По темпам вакцинации республика занимает седьмое место в России. Сейчас привили чуть больше 8% от запланированного количества людей. Светлана Лашина, Павел Толобаев. Наши новости. Светлана Лашина, Павел Толобаев.